Счастливцы! Счастливцы! Как и я задавали себе те же вопросы. Как удалось ему выдержать, не сломиться, прожить жизнь верующего еврея в советской стране? Счастливцы! Я нахожусь возле дома моего учителя Равицка Козильбера. Здесь, в этом доме, он прожил много лет. Здесь, в этой квартире, делали бриты, делали свадьбы, ставили хупу, делали праздники. Сюда я приходил, когда возвращался из Москвы. В этом же доме, где жил Равицка, сейчас мастерская нашего друга Равахано Халерьевна. Все, замечательная мастерская. Встреча с учителем. Он оказался тем проводником, который ввел нас в мир Торы. Первый раз он надел мне тфилин буквально через два месяца после приезда в Израиль. Это было 41 год тому назад. Это было здесь. 79-й год. Октябрь месяц. Только кончился праздник Суккот. Мы попали в центр абсорбции в Гилу. Здание такое особенное. Вокруг валялись ветки. Это то, что осталось от суки. И мы вошли в этот дом. И для нас это было, конечно, большой праздник. Мы в Израиле. И центр абсорбции. Здесь как раз приезжали семьи из России, из Аргентины. И я начал выступать. И мне с моими пантомимными выступлениями помогала одна флейтистка из Аргентины. И она сказала, я смотрела на тех, кто попал в этот центр абсорбции. И слышала, как они все хорошо говорят. Я думала, что это иврит. А потом оказалось, что это русский. Действительно, большая коммуна. Приезжали грузовики. Все разгружали. Это вещи из Москвы, из Ленинграда. Мы были... Последний выпуск. 79-й год перед тем, как Советы вошли в Афганистан и закрыли железные ворота. И вот мы с двумя маленькими детьми. Старшей было три года. Младшей полтора. Поселились здесь. Дети пошли одна в один садик, другая в другой. И вот прошло два месяца. И мы с женой обсуждаем какие-то наши дела. И вдруг раздается стук в нашу квартиру. Я смотрю. И вдруг входят два таких человека с бородами. Со шляпами. С такими черными страшными шляпами. И они меня спрашивают, ты хочешь с нами пойти в Ешиву? Я говорю, конечно, нет. В Ешиве готовят на раввина. У меня хорошая профессия. Я режиссер, актер, мим. И они уходят. Проходят буквально пять-десять минут, опять стук в дверь. Ну, ты решил? Я уже хотел им сказать. Такие наглецы. Опять пришли. Надоедают. Но тот, кто находит праведную жену, цена ее выше жемчуга. Как говорит об этом Шлома Амелех. Она говорит, неудобно. Люди вернулись. Пойди с ними. И я пошел с ними. Эти два человека потом стали моими друзьями на всю жизнь. Я у них спросил, что они делали несколько минут, когда они вышли. А потом второй раз постучали. И они сказали, что они говорили псалмы царя Давида. Я спросил, какие псалмы вы говорили? И они сказали, это то, что евреи произносят три раза в день. Счастливые сидящие в твоем доме. Они будут прославлять тебя навсегда. Один из них это Равин Рав Шимон Познер, что память о праведнике была благословена. А второй, чтобы разделить, это известный художник мирового масштаба Рав Александр Айзенштадт. Здесь недалеко в арабской деревне была Ешива Итри. И там Шимон Гриллис собрал где-то 14 первых русскоговорящих Бальчува. И они меня повели туда. И там я встретил своего учителя Равицка Козильбера, который спросил меня, Патлас, ты знаешь, что такое тфелин? У тебя были тфелин в Москве? Я сказал, да. И что ты с ними делал? Боялся дотронуться. В баркатном мешочке было что-то такое святое, имеющее отношение к Торе. А я работал в театре от Москонцерта. Мы ездили по всему Советскому Союзу. Это был остатки театра Госсет, театра Микоинс. Я начал уже интересоваться еврейством. Везде, где мы приезжали, я приходил в синагогу. Я был четыре раза на подпольном уроке еврита. И уже выучил буквы Алиф, Бет. И когда я приходил в синагогу, я открывал Сидур. И открывал эти буквы. Это Алиф, это Бет, это Гиммон. Огласовок я еще не знал. Читать я не мог. И как-то один интурист возле синагоги на Аркипова в Москве дал мне тфелин. Но что это значит, я не знаю. И вот Равицкальд Зимбер сказал, осталось еще пару минут до захода солнца. Ты хочешь исполнить эту заповедь? Я сказал, да. И он надел мне впервые в жизни на голову и на руку тфелин. И спросил меня, ты знаешь, что такое Шма Исраэль? Да, я уже в Москве знал. Шма Исраэль, Ашем Илокейну, Ашем Ихат. И так состоялась в 29 лет моя бармитсва. А после этого, когда он снял тфелин, скрутил, он сказал, а теперь пообещай мне, что каждый день ты будешь надевать тфелин. Я обещаю, но где я найду тфелин? И на следующее утро я пошел в центре абсорбции искать синагогу. Здесь написано время молитв. Но тогда большими буквами здесь было написано. Микла, бомбоубежище. Моя первая синагога, куда я пришел в земле Израиля. И то, что меня больше всего поражало. Почему он так радуется, когда ты приходишь? Ну что такое? Кто я такой? А потом открывалось, что он оказался тем учителем жизни. Жизни по Торе. Почему он такой радостный? Почему он все время... Потому что он все время перед Творцом. Написано в Торе, смотри. Я тебе дал сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло. Будешь жить по закону Торе, будешь жить, и будет удача. Не будешь и ты, но я тебе советую выберу жизнь. Меня всегда поражало, как он рассказывал о лагере. Когда на тяжелых лагерных работах бревном ему раздробило плечо, он не расстроился. Почему? Потому что несколько недель он мог не думать, как не нарушить субботу. Но как даже там, в лагере, ему удавалось учить Тору? Я искал и нашел в одной камере, в одной камере во всем лагере. Такую камеру, где вот на таком расстоянии, примерно-то сколько? Двадцать сантиметров, примерно. Двадцать. Валяли старые валенки и были завешаны этим занавесом. Старые валенки я решил для книги спрячу под старые валенки. И каждые сорок пять минут я буду забегать под занавесом. И я стою под занавесом. Занавес был хороший, не видно было. Ну вот как этот занавес, например. И я нахожусь под занавесом и учу внимательно. Только трудно было, что там была сороковатная лампочка. Так, так, сорок два, все-таки это маловато. И окно замерзшие. Так я каждый день забегал после сорока пять минут и учил там. И помню, я там много выучил. Тяжелейшие места там уберут. То я на воду не могу учить, я там выучил. Так я примерно с пол шестого шесть начинал таскать воду. И таскал до пол восьмого вечера. Если я обычным шагом иду, быстрым, занимает час. А я буду бежать как сумасшедший, сэкономлю 15 минут в каждый час. И вот я так вот бегу. Бегу беда и бегу. И так сорок пять минут. Встреча с учителем. Самый тяжелый период после приезда. Он приехал в 72-м году в Израиль. Ему нужно было покупать электротовары, выплачивать долги за квартиру, которую он купил, выдавать замуж дочку. И вдруг он начал петь и танцевать. Творец, ты же друг. Ты же еды днепишь. Ты же сердечный друг. Ты поможешь. Я буду делать все, что зависит от меня. А ты делай то, что зависит от тебя. Это был его путь в жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok